Всем привет! Сегодняшнее видео будет в формате распаковки, хотя некоторые вещи уже были открыты, но в любом случае я у вас уточняла, было бы вам интересно такое видео и все единогласно ответили, что да, поэтому хочу просто взять вместе вас с собой в это видео и поделиться впечатлениями и рассказать о вещах. По крайней мере, если нет возможности их приобрести сейчас, то есть возможность оттолкнуться, скажем, от идей, чтобы привнести это в свой гардероб или использовать какие-то цветные сочетания, фактуры, в общем, все как я люблю в плане практичности и разумного гардероба. Поэтому я долго не планирую затягивать сегодняшнее начало, давайте с вами начинать. Некоторые посылки уже были открыты, ну на самом деле почти все, некоторые я не носила еще, так как хотелось это сделать в таком единичном, одинаковом формате, то собственно собрала здесь все коробки и будем с вами распаковывать, я буду походу комментировать. И начну я, наверное, с посылки от КОС. Небольшая предыстория, если вы следите за многими блогерами в инстаграм, то вы видели, наверное, что в этом году пошла такая волна на сумки КОС, которые сумки бананы в черном цвете, в цвете camel и также была еще в оранжевом. Но хочется откомментировать, что, например, в Америку почему-то ощущения складываются, как будто остатки довозят. То есть, когда вся Европа уже, я имею в виду девчонки-блогеры уже носят эти вещи, ты заглядываешь в магазин, интернет, и в Америке их даже нету еще в наличии, они не поступали. А когда они поступают, они фактически все уже sold out. Это касается самых ходовых вещей, и в том числе вот эта вот сумка попала в этот список. Очень классная сумка банан, безумно правильной, практичной формы, лаконичной. Я очень люблю именно удобство такого фасона, вы надеваете ее через плечо, и при этом очень классный цвет. Я была даже рада, она появилась одна на сайте, и даже черного варианта, не было в черном варианте, чему я очень рада, потому что каждый раз, когда я вижу черный цвет, еще какой-то другой, я начинаю задумываться, а точно ли мне черный не нужен, он такой практичный. Но вот такого карамельного оттенка у меня среди сумок не было, и это стало на самом деле самой правильной покупкой, потому что сумка подобного цвета, она очень хорошо разбавляет гардероб и образы, даже если вы используете какие-то более базовые оттенки, белый и черный, и можно вот эту только сумку, и это будет уже образ играть по-другому. Она из натуральной кожи, но достаточно мягкая, мне кажется, со временем она может легко поцарапаться, ну, особенно при такой плотной носке. Внутри какая-то подкладка, поэтому сумка сама по себе мягкая. Мне здесь понравились, конечно, детали. Это супер широкий ремень, он плавно перетекает из самой сумки. Фурнитура полностью скрыта, молния скрыта, это выглядит безумно эстетично, аккуратно. Даже сама вся фурнитура в виде вот этих вот кнопок, которые вы можете менять размер, выглядит очень здорово и неброско. Сейчас я, возможно, подожду чуть-чуть, пока свет восстановит. У нас получаются иногда затемненные картинки с вами. Ну, в любом случае, солнце выйдет и будет хорошо. Безумно я довольна этой покупкой, я ее уже давно активно ношу. И, действительно, это та сумка, насчет которой не нужно думать, просто ее схватила, она подойдет к любому образу. Что же касается вообще этой формы сумки, я ее полюбила с определенного времени. Наверное, это как раз привнесла в нашу жизнь именно стилистика The Row. Классные очень сумки. У меня также есть сумка-бананка от бренда Mills Card. Кожаная очень классная, я ее также активно ношу. Я обязательно оставлю на нее ссылку. Это очень классная альтернатива-аналог по приемлемой, на мой взгляд, цене в разных цветовых вариациях. И если у вас в гардеробе еще нет подобной сумки, то я очень советую присмотреться, приглядеться именно к этой форме. С точки зрения освобождения рук и удобства, это просто потрясающая находка. Поехали с вами дальше. Следующая посылка от Farfetch приехала ко мне. Так, это все упаковано. Мне кажется, что сейчас для каждой вещи, которую я беру, есть определенная предыстория, потому что каждая вещь на данный момент является очень продуманной покупкой. Я уже говорила о небольшом изменении по отношению к вещам. Наверное, более подход стал разумный. Такая коробка яркая, необычная. Это Tori Birch и это кроссовки. Тоже не знаю, стоит ли говорить о предыстории, но, наверное, стоит. Какое-то время назад я очень хотела кроссовки бренда Loevo определенной расцветки, коричневой из черной. Кроссовки, классная эстетика. Картинку я здесь оставлю для вас. Но в определенный момент времени у них цена мне не подходила, а в другой определенный момент времени их было просто уже не найти. И вот эти вот кроссовки от Tori Birch я нашла вот просто буквально случайно. Они мне выпали как-то в рекомендациях на Farfetch. И я подумала, боже, они настолько похожи. Понятно, что идейный вдохновитель у них, наверное, все-таки был... Вот эти малыши шикарные. Мне кажется, они действительно очень похожи. Здесь есть такой белый логотип кожаный. Вообще полностью кроссовки выполнены из мягкого нейлона. И тут даже есть на коже дырочки, видимо, для того, чтобы это была дышащая модель. Поэтому из чего я делаю вывод, что они лучше пригодны будут именно для теплого сезона. Все остальное выполнено из замшей кожи. Очень красивая расцветка. Здесь есть такой карамельная кожа, белый задник, кстати, такой же мягкий, который на резиночке. Вообще модель 1.1, как у Лэва. Единственное, что логотип собственный. И тут другая интерпретация мыса. Очень мне нравится, как это все смотрится. Это такой ненавязчивый колор-блок, который при этом безумно эстетичный. Я, кстати, сижу сейчас в коричневой льняной рубашке и белых брюках. И это идеальный такой комплект, мне кажется, под завершение. Вообще очень акцентная обувь. И интересно тем, что мне кажется, что даже если у вас самые простые вещи будут, вот эта обувь, она образ завершит. Для меня вообще сейчас очень важны такие более акцентные вещи. Они, хотя и немножко неординарные, но в любом случае, действительно в этом стиле, в стилистике, которую я люблю, они действительно очень хорошо смотрятся. Рассказываю, коробка настолько яркая, что я ее прям вижу через экран своей камеры. Настолько она бросается в глаза, я их немножко уберу. Красавки очень мягкие, удобные. В них приятно вступать. Единственное, что нужно обратить внимание, достаточно самая узкая по себе модель. Поэтому, мне кажется, для широкой стопы не подойдет. У них внутри все обшито натуральной кожей, что интересно, потому что сверху здесь вот этот вот как тряпочка нейлона идет, а внутри полностью натуральная кожа. А я их брала в шестом размере. Они соответствуют моему 36 размеру. Очень классная покупка, на мой взгляд, еще с учетом того, что цена все-таки на них в 2-3 раза ниже, чем у Лаева. Поэтому это приятно. Ну и качество у них все равно очень шикарное. Будут они меня радовать в моей спокойной лаконичной стилистике, они найдут точно свое определенное значимое место. Чей заказ был сделан на двух сайтов. Это Net-a-Porter и сайт Asos. Но я их буду показывать почти что вместе, потому что это вообще очень странно. Это спортивные товары. Первое – это спортивная бра в коллаборации с Теллой Маккартни и Adidas. И на самом деле их очень много где можно найти. Но я хотела именно вот с такими вставками. Здесь они очень шикарно выполнены. Не знаю, отсвечивает или нет, но сзади обычная спинка такая характерная для спортивных бра. Чашечка держит форму. Но именно стилистика вот этих вот элементов, декора мне безумно понравилась. И я подумала, что вот этот бра можно носить летом, как первый слой. Поэтому я планирую носить их и со спортивными брюками, и с такими льняными брюками, как я показывала вам от бренда Кос. Они выполнены в спортивной стилистике, тоже со шнурком впереди. И если вы выбираете какие-нибудь классные кроссовки, то в принципе может этот образ состояться, например, с верхней белой широкой рубашкой. Или очень здорово, мне сейчас нравится стилистика таких спортивных бра или не очень спортивных, с классным объемным пиджаком и тоже спортивными шортами, которые лишь удлиняют и делают ноги привлекательнее. И тоже с какими-то классными акцентными кроссовками это все будет смотреться очень здорово. Поэтому можно не совсем к спортивным товарам даже отнести в наше время. И еще одна вещь. Я не могла ее просто не показать вот именно в этой распаковке, потому что я давно хотела прыгать на скакалке. Это такая классная кардио-разгрузка. Но у меня покупка первой скакалки была совсем неудачная. Я немножко себя переоценила и купила такую пластиковую скакалку с ручками-утяжелителями. Поняла, что после нескольких минут я уже просто выдыхаюсь и решила поискать облегченный вариант. На самом деле не было цели найти прям какую-то суперидеальную скакалку. Ну, казалось бы, скакалка и скакалка. Но когда я увидела вот эту, она меня просто покорила. Это какой-то даже не спортивный инвентарь, как у нас принято говорить. Это какое-то на самом деле произведение искусства. Чего стоят только эти ручки. Они там были в таком легком розовом серебре. Да, это почти серебро, но оно на самом деле с чуть розовым оттенком. Также были черные ручки. Они здесь меняются. Их можно на таких винтах зафиксировать и обрезать нужную длину. Поэтому эта скакалка очень удобна тем, что не нужно было подбирать под свой рост размер. Например, вы просто отрезаете, фиксируете, и у вас уже готовый вариант ваш. Индивидуальный, уникальный. Это приносит удовольствие брать в руки и заниматься. Еще одна огромная посылка с Farfetch. В этом пыльнике находится сумка Jill Center. Вообще, если честно, Jill Center это один из самых любимых брендов моих. Но, конечно, ценовая политика компании не позволяет покупать там много. Особенно по полной стоимости не в аутлетах. Но приобрести сумку этого бренда мне очень давно хотелось. И в целом мне большое количество моделей нравилось. Я выбирала очень долго. Выбирала, исходя из соображения рациональности, своего образа жизни. Я прекрасно понимала, что, конечно, все эти каркасные маленькие сумки, которые сейчас находятся на пике популярности. Не важно, это бренды Юзефи, Байфар, Жак Мюз. Так или иначе, они хороши лишь в статичном кадре Инстаграма, когда вам демонстрируют образы. А в обычной жизни, если у вас есть маленькие дети, работа, если у вас есть необходимость брать с собой весь мир в вашу сумочку, она маленькая априори быть не может. Она должна быть хорошей, большой, вмещаемой. И поэтому выбор пал у меня именно на эту сумку. Марк у меня еще маленький ребенок. И таскать мне еще очень-очень долго много. И если, на мой взгляд, и вкладываться в сумку, то эта сумка должна быть большая, удобная. И чтобы вы ее носили каждый день, а не чтобы она лежала в шкафу и ждала свидания с мужем. Поэтому выбор пал вот на эту вот сумку. Это огромный такой шоппер из классной плотной кожи коровьей. У нее такой приятный отблеск глянцевый. Это отблеск, который виден при естественном освещении. Это классная такая полировка кожи. Очень классная фурнитура в цвете золота, что выглядит достаточно, хоть и лаконично, и сдержанно, но при этом роскошно. И в этой сумке на самом деле прекрасно все. Есть одно лишь одно одно но. Понятное дело, что, кстати, вот эта вот кожа, она будет носиться не то что годами, а с ней ничего не случится. Она вот просто десятки лет будет вам служить верой и правдой. Меня смущает, если честно, ее форма. То есть тот факт, что она ее, во-первых, держит. Это такая достаточно плоская сумка. И если, например, шопперы, которые у меня были более простые от Massimo Dutti, они из-за мягкости кожи обтекают ваши силуэты, поэтому сумка не кажется настолько большой, особенно если вы маленького телосложения, то вот эта вот, она держит форму даже при повороте вашего тела. Соответственно, ее, во-первых, нужно чем-то прям набивать, конкретно что-то туда складывать, для того, чтобы она не была настолько большой. Я вам покажу кадры именно сбоку, как она выглядит и что именно меня смущает. Но в целом мне очень нравится, что сюда можно даже бумагу формата А4 положить, поэтому, в принципе, для работы даже ноутбук можно ее очень классно носить. И это сумка, которая действительно свое отработает, если вы ее оставляете. Это сумка на каждый день, поэтому эти вложенные деньги в нее, они не будут пылиться на полке, что мне безумно нравится. Ну и, конечно, я как приверженец лаконичной моды, лаконичной эстетики, мне совершенно не нужно какое-то огромное лого для того, чтобы оно кричало, для того, чтобы эта сумка сама о себе говорила, посмотрите, кто я. То есть это достаточно скромное выбитое лого впереди сумки. В ней ничего не выдает, кроме, наверное, качества ее исполнения, ее дороговизны, ее бренда. И мне это, безусловно, нравится. Но единственное, что мне кажется, если бы ее сделали не плоской, у нее было, если бы ее сделали не плоской, у нее было какое-то определенное дно, и она бы держала какую-то более понятную форму, она бы смотрелась более выигрышной, чем нежели просто большой такой квадрат. У меня есть еще буквально пару дней на раздумье. Я не хочу отказываться от идеи приобрести сумку Джилл Сандра, потому что для меня это... Это самое, наверное... Ну, это самое, наверное, большое желание в плане покупок из всех. Но, возможно, возможно, я сделаю ставку на другую, более практичную модель. Поэтому было бы интересно послушать ваши комментарии, что вы думаете, только если, скажем, ваш образ жизни, ваше понимание стиля совпадает с моим, потому что если нет, то как бы бессмысленно. Потому что если не совпадает, наверное, бессмысленно рассуждать на тему того, что нам нравится и какой должна быть сумка. Поехали дальше. Еще один пакетик. Это коуч. И на самом деле это очень потрясающий ремень, который я увидела совершенно случайно, когда мы ездили в Outlet. Я очень давно хотела себе какой-то классный узкий, обязательно узкий кожный ремень с какой-нибудь классной пряжкой, не сильно кричащий, но при этом какой-то более лаконичный и, скажем, говорящий. И когда я увидела этот ремень в магазине коуч, мне он сразу очень понравился. Единственное, что, так как это Outlet, количество размеров всегда ограничено в Outlet, и этот был ремень в размере L только, но тут достаточно просто сделать дополнительные дырки и носить его с удовольствием. Мне очень нравится, как он качественно сделан. Здесь просто абсолютно все прекрасно. И тогда лаконичная буковка C, которая в правильном цвете фурнитуры, такое не ядреное золото, а немножко вроде как состаренное, выглядит это безумно красиво. И в целом, мне кажется, это ремешок, который я очень долго буду носить, и абсолютно совсем. Я такой простой, лаконичный, но почему-то приносит очень много удовольствия. И последнее на сегодня. Эти джинсы участвовали в предыдущем видео и в видеошоппинг-логе, собственно, откуда я их и притащила. Это джинсы Zara, но дело даже не в том, чьи это джинсы, а в том, что я себе по-новому открыла белый цвет. Очень-очень его сторонилась, настолько он обычно ядерный, яркий, настолько он сложно со всем сочетается. Раньше меня очень сильно раздражала разница между оттенками. То есть, если вы выбираете что-то белое, это белое должно совпадать, чтобы, не дай бог, не было какого оттенка кремового с этим белым. Это казалось все не очень. Сейчас я намного более спокойно смотрю на эти вещи, даже если оттенки не совпадают, для меня это нормально. И поэтому я решилась на белые джинсы. Я их не хочу обрезать. Мне нравится, что они очень мягкие, объемные, широкие. Я их брала на три размера больше своего, для того, чтобы они вот так вот сидели объемно. И мне нравится эта небрежность в образе, как получилось с какой-нибудь классной грубой обувью. Как раз-таки, например, вот с этими кроссовками, которые я показывала. Мне кажется, они очень красиво смотрятся, даже вот и в сочетании этой рубашки, в которой я сижу. Какая-нибудь суперпростая лаконечная сумка тоже. И мне кажется, что это будет просто замечательно все смотреться. Я вам обязательно покажу в примерке, как они выглядят на мне. По крайней мере, настроение в этом сезоне у меня такое, что мне хочется носить более свободные, такие удобные вещи. Возможно, потому что я часто говорю, провожу время с ребенком, и мне удобство, для меня удобство очень важно. И на сегодня это все. Вот такое небольшое видео получилось, распаковка. Я надеюсь, что вам, если не полезно, то было интересно, по крайней мере. Очень хочется сделать что-нибудь в плане видео с идеями образов, с тем, как миксовать и выбирать акценты. И если вам интересно такого формата видео, обязательно пишите. Поэтому, как и обещала, я с вами надолго не прощаюсь и говорю вам до скорой встречи. Пока-пока. Ваша Диана. Субтитры сделал DimaTorzok